Свыше трех тысяч участников посетили региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» в Махачкале, а 900 из них уже получили приглашение на работу. Свои вакансии представили крупные промышленные и торговые предприятия региона и страны. Подробности узнала Байгина Тустарханова. Каков график заработной платы и условия труда? Эти и другие вопросы можно было задать напрямую работодателю. На прошедшем региональном этапе ярмарки трудоустройства свыше 280 работодателей презентовали более трех с половиной тысяч вакансий. Ежегодное событие. Первый раз она прошла в прошлом году. Это самое масштабное мероприятие в области занятости в этом году. Большие ярмарки трудоустройства очень полезны. Они показали свою эффективность по итогам прошлого года, когда была первая ярмарка трудоустройства в России. Хочу сказать, что по республике Деса, несмотря на нашу трудоизбыточность, по итогам ярмарки трудоустройства нам удалось трудоустроить порядка 700 человек. Есть такая возможность прийти, выбрать себе работу по специальности, по душе. Вакансию делопроизводителя и администратора я посмотрела себе. Значимое событие в республике сферы занятости проходило в форме открытого кадрового отбора. Особое внимание участникам СВО. На базе этого проекта мы готовим, мы наших участников СВО пожелаем на переобучение в дальнейшем для подготовки их на государственную службу. На ярмарке представили вакансии предприятия в сфере IT-отрасли, строительства, сельского хозяйства, туризма, сферы услуг. Кроме того, были и работодатели в поисках соискателей с редкими профессиями. Диет врачей. Всего на республику 6 диетических врачей. На всю республику. То есть из этого числа 6 врачей найти специалиста, который будет у нас работать, к сожалению, очень затрудительно. Иногда приходится прибегать к таким мерам, что мы в поисках сотрудников других регионов. Выбрать востребованные направления подготовки по различиям специальностям или узнать, где пройти профобучение, смогли и потенциальные абитуриенты-школьники. Для них почти все образовательные организации республики презентовали свои информационные стенды. Пошла вместе со своим классом, классной руководительницей, чтобы посмотреть, какие здесь есть колледжи и университеты, и чтобы выбрать для себя специальности. А вообще кем ты хочешь стать? Нет, я бы хотела стать юристом. Тем, кому не удалось найти вакансию, в этом случае карьерные консультанты помогли заполнить востребованное резюме. Всего же по итогам регионального этапа на всех заявленных площадках приняли участие более 8 тысяч человек, из которых около 900 человек получили предложение по трудоустройству.